Девушки отдыхают Магом-чародеем Готовим из осенних ягодок И наслаждаемся красотой момента Девчонки, спасибо! Доброе утро! Калина, ягода любви В отличие от легкомысленной землянички или клубнички Эта ягода выдержанная, долговозревающая Она как поздняя любовь с горчинкой, но сочная и терпкая Любое блюдо под калиновым соусом приобретает выразительность Готовлю рулет из телятины с калиной Вообще, это суперкрутая, полезнейшая ягода Килограмм калины сейчас стоит 150 рублей Нам на большое блюдо потребуется всего-то 100 грамм Но просто так ее не съешь Секрет в том, что собирать ягоды нужно только после первых холодов Мороз избавляет от горечи Беру калину и отправляю в морозилку Типа первый заморозок А пока займусь мясом Кусок телятины Это ножная, недорогая часть Здесь всего лишь полкилограмма Нам нужно из него сделать такой пласт Чтоб мы могли туда завернуть начинку А потом скрутить из этого рулетик Подрезаем с одной стороны Главное не прорезать мясо По кругу начинаем его раскручивать Нам нужно отбить этот кусок мяса Закрываю его пищевой пленкой И вооружаясь молоточком Запомните, прямо сильно лупить не надо Иначе будет дырявое мясо Надо это делать постепенно Пласт становится большим, плоским Волокна нарушаются И мясо становится мягким А еще отбитое мясо меньше времени проводят в духовке Вот это вот Классная заготовка для нашего будущего рулета Осень, пора урожая Берем только наши овощи Первым делом идет знаменитый уважаемый хрен Сначала нужно его почистить Это легко сделать обычной экономочкой Очищайте его ровно столько, сколько планируете использовать в блюда И натираем свежий хрен в рулетик Остатки убираем в холодильник С кожурой он будет долго храниться Немножко свежемолотого перца Соли Добавлю супер ингредиент Который сделает наш рулет очень крутым И по-настоящему элитным Репчатый лук Вот такая луковица стоит в сезон полтора рубля Представляете, а сделает наш рулет Насыщенным и вкусным Потому что лук обладает природной сладостью Лук нарезаем тонкой соломкой И обжариваем до золотистого цвета Нужно слегка остудить перед тем, как завернуть в рулет Иначе мясо начнет готовиться раньше времени А это неправильно А теперь лук нужно равномерно распределить по всей площади рулета Мясной рулет я смажу оливковым маслом борхе с чесноком Оно сделает мясо более мягким А легкий аромат оливок и пикантность чеснока Дадут нужный вкус блюду Достаточно всего пары столовых ложек Не так много, а теперь формируем рулет Потихонечку начинаем его по кругу заворачивать Берем длинную большую деревянную шпажку И закрепляем краешек Обжаривать рулет предварительно я не буду Сразу отправлю его в духовку Но чтобы он красиво запекся И был такой поджаристый и золотистый Просто смажу обычным растительным маслом Мясо проведет в духовке минут 40 А я займусь соусом Коронной фишкой нашего блюда Кто когда-нибудь готовил соус из калины? Да никто, потому что она терпкая и горькая Ягоды закидываю на разогретую сковородку Когда я готовлю такие вещи То чувствую себя настоящим магом-чародеем Еще один яркий ингредиент соуса Это свежий имбирь Пока вроде кажется, что все такое Ааа, тихо, имбирь, калина И что соус-то не очень вкусный получится Но нет, я буду использовать винный уксус и мед Они сбалансируют калиново-имбирный взрыв И вливаем немного воды для правильной консистенции Сейчас модно использовать наш суперфуд Наши полезнейшие ягоды, которые растут только у нас И ценятся у нас больше всего Ягоды нужно раздавить, чтобы они отдали весь свой сок Берем мелкое сито и процеживаем соус А теперь, внимание, есть одна такая французская технология Они готовят соус, а в конце добавляют кусочек сливочного масла Я поступлю так же Не доводите до кипения Масло должно растаять и затянуть соус Сделать его более густым и глянцевым Ох, крутая штука вышла Рулет готов, пора вынимать Теперь нужно запастись терпением И оставить его в покое Потому что он сейчас такой напряженный Он такой внутри горячий Через пять минут можно нарезать Выкладываю рулет на калиновый соус Украшаю зеленью И, наконец, настало время пробовать Хорошо Это просто невероятно Невероятно Как вернуть себе вкус к жизни? Запоминайте рецепт Надо добавить к мясу хрен и приправить калиновой страстью И стоить это будет недорого Меньше ста рублей за порцию Чтобы приготовить рулет из телятины с калиновым соусом Вам потребуется Полкило телятины 20 миллилитров обычного растительного масла И 40 миллилитров оливкового масла с чесноком 100 грамм калины 20 грамм свежего имбиря 1 репчатый лук 10 грамм хрена 30 миллилитров винного уксуса 15 грамм сливочного масла И 70 миллилитров меда Рулет из телятины с калиновым соусом А также другие мои фирменные рецепты Вы найдете на сайте Просто.CTC.RU Знаю, женщинам иногда пронзительно хочется сладкого Но также они хотят быть красивыми И мучают себя отказами от десертов Сейчас покажу супер десерт Сладкий, легкий и изящный настолько Что похорошать можно просто взглянув на него Готовлю желе из облепихи и шампанского с инжиром Облепиха Сейчас сезон ее Ее много Она полезная, мега полезная Стоит недорого Вот мне нужна вот такая миска облепихи А еще берем инжир, шампанское и желатин Без него желе не получится Желатин бывает разный Бывает пластинчатый, гранулированный, с шариком А бывает вот такой вот порошковый С ним проще всего возиться У десерта будет два слоя Один потоньше, другой потолще Поэтому желатин делим на две неравные части Замачиваем в небольшом количестве воды И убираем разбухать Теперь праздник у девчат Открываем бутылочку игристого Мне нужно 200 миллилитров Это всего лишь 48 рублей Желе из шампанского должно быть сладким Добавляю сахарный песок Долго кипятить не надо Буквально 30 секунд в минутку В одном ресторане из элитного шампанского Сделал алкогольное желе И ты знаешь, девчонки не отказывали себе Заказывали и ели за обе щеки по несколько порций А потом были очень веселые Желатин разбух Пора отправлять его в шампанское Важно, в кипящей жидкости он теряет все свои желирующие свойства Поэтому, когда вы желатин добавляете Подождите, чтобы водичка чуть-чуть подостыла Как следует перемешали и убираем Сейчас самый сезон медовых сладких фиг или инжира Одна штучка сейчас стоит 30 рублей Наша задача нарезать инжир тоненькими слайсами Слышали такое название «смоковница»? Помните, Адам и Ева прикрывали свои причиндалы фиговым листочком? Так это вот и был как раз листочек инжира Либо смоковница Мне кажется, от слова «смоковать» Потому что инжир очень вкусный Я обожаю его А теперь аккуратно начинаем слайсами выкладывать ровно на дно формы Шампанским желатином заливаем инжир Это, друзья, первый слой нашего шикарного желе И всю эту красоту отправляем на часок в холодильник застывать По-настоящему женский и поистине осенний десерт из облепихи будет готов совсем скоро Желе шампанского скрасит томный вечер А компания ромовых баб взбодрит и задаст нужный тон Я уже познакомил вас поближе с чудо-калином В умелых руках терпкая ягодка легко превращается в нежный соус Сейчас покажу, как покорить облепиху Сделаю из этой осенней красотки желе Ну а пока желе застывает, можете выбрать еще один рецепт из моей кулинарной книги Да-да, похвастаюсь Смотрите, книга с рецептами просто кухни Совсем скоро во всех магазинах нашей страны Суперкрутая книга Все, готовим второй слой желе Супер ягодки облепихи Она такая вкусная, кислая и очень-очень полезная Ягоды отправляем в блендер, добавляем немного воды и превращаем в бюре Слишком сильно взбивать не надо Буквально нужно нарушить текстуру ягод, перебить и косточки оставить нетронутыми Бюре процеживаем через сито Полученный сок ставим на плиту и подогреваем До кипения ни в коем случае не доводите Я хочу оставить всю полезность этой ягоды прямо в желе Облепиха такая вот, она очень кислая Поэтому надо сбалансировать ее с сахарным песком Слой из облепихи будет выше, чем слой из шампанского Поэтому здесь и желатина побольше К пластическому хирургу приходишь, он тебе имплантанты силиконовые показывает Ну, примерно вот такой размерчик у вас будет Добавляем желатин к облепиховому соку Как только начинает сильно парить, сразу снимайте от нагрева Горячим второй слой заливать нельзя Он растопит желе из шампанского Поэтому пусть немного остынет Классно, красота Начинаем заливать второй слой А теперь, друзья, запаситесь терпением Нужно отправить это в холодильник и подождать еще часик-другой Здесь нужна выдержка Но если вы будете есть много облепихи, с нервной системой у вас будет все в порядке Красивое, полезнейшее, модное желе Внимание, будем его переворачивать Чтобы желе отошло в форму, нужно нагреть по периметру В большую форму наливаем кипяток Опускаем туда посуду желе Чуть-чуть ждем, чуть-чуть, чуть-чуть, не сильно ждем Внимание, магия! Опачки! Вот оно! Суперкрутое желе И еще разок в холодильник на 5-7 минут Разрезаем на порции и можно есть Чудо у меня на тарелочке Ммм, как вкусно! Ммм, инжир с облепихой, как здорово! Этот невероятный десерт из облепихи, инжира и шампанского я назову за прекрасных дам Для желе из облепихи и шампанского с инжиром необходимо 300 грамм сахара, 40 грамм желатина, 400 грамм облепихи, 2 свежих инжира и 200 миллилитров шампанского Желе из облепихи и шампанского с инжиром, а также другие рецепты «Просто кухни» с моими авторскими комментариями Ищите в свежем номере журнала Теленеделя Алексей – музыкант, он все время в движении Концерты, работа в студии, гастроли В этом сумасшедшем творческом ритме человеку хочется стабильности А точнее, стабильно и хорошо, правильно питаться Неплохо бы и вовремя Опа! Привет! Привет, привет, Сань! Здравствуйте, тебя есть Взаимно? Читал? Конечно Мой распорядок дня, ну, наверное, не такой, как у, например, офисного работника К сожалению, заниматься приготовлением пищи мне удается крайне редко Перекусы, где-то куда-то забегаю, и фастфуды, и, в общем, конечно, все это неправильно И давно хотел эту ситуацию поменять Я тебе покажу, как приготовить полноценную хорошую еду на 5 дней недели вперед Ты тратишь 2 часа времени своего драгоценного раз в неделю и запасаешься набором продуктов Я тебе принес подарок Это набор пластиковых боксов Так То есть будем делать 10 блюд Получается по 2 блюда в день Мы сэкономленные деньги за неделю, сходим на выходные в ресторан Ну да, кстати, ты здесь прям сэкономишь четко Основной рацион – говядина и птица Вот это недорогой кусок говядины Это часть бедра Выбрал еще безкостное бедро индейки Белка куча, жиров мало Чтобы мясо было вкусным и ароматным, мы его замаринуем в специи Чуть-чуть паприки Перчик, розмарин Давай-давай Кориандр И немножко растительного масла Все перемешивай вместе Прям смелее Запекать мясо мы будем сегодня самым надежным способом Это называется поварской рукав Он создает эффект закрытой крышки Не-не, не так Прям мясо кусок Вот, центр А теперь смотри, нужно его равномерно вот так распределить И зажать по краям Подворачиваешь Копа, фиксируешь Отлично И то же самое делаем с другой стороны Следующий пошел Давай Да, равномерно его Получилось у нас два пакетика В одном у нас индейка А в другом кусок говядины Отправляем пакеты в духовку Индейка приготовится минут за 30 А говядине нужно дать час, не меньше Пора заниматься овощным гарниром Овощи полезная штука Они необходимы в рационе, чтобы организм правильно работал Картошку, морковку и лук режем небольшими дольками А вот сельдерей и перец покрупнее Раз Потом два Потом так нож вставляешь Тут периметр, хопа Красиво Все, сердцевинку достали Раз, два, три Складываем все овощи на большой противень Посыпаем специями Для аромата добавляем мелко нарубленный чеснок Немного растительного масла и обязательно соль Перемешиваем прям руками Даваем энергию овощам Ну такое я делаю, конечно, первый раз в своей жизни Ставим овощи в духовку Мясо – это белок, овощи – клетчатка Нужно добавить в рацион углеводы Возьмем чечевицу И возьмем гречку Отвариваем крупу до готовности И пора проверить содержимое духовки Мне кажется, индейка и овощи уже готовы Говядину возвращаем в духовку еще на полчасика Как раз индейка и овощи немного остынут Ты видишь, сколько там сока внутри? Шикарно! Это, кстати, фишка рукава Потому что вся влага остается внутри Зафиксировал Круто! Теперь нужно только разложить все по порциям Начнем с птицы Достаем индейку И сливаем Это наш соус Мы им будем поливать крупу, гречку и чечевицу Мясо нарезаем крупными кусками Какая сочная Идеальный вообще вариант С говядиной поступаем точно так же Соус сливаем в миску Мясо нарезаем ломтиками И обязательно пробуем Фишка, знаешь, в чем? Мясо самое дешевое Но благодаря этому суперспособу оно стало мягкое Итак, начинаем миксовать обеды и ужины Немножко овощей Чуть-чуть чечевицы Немного гречки И два куска говядины Так вот поливаешь Очень аппетитно Это тебе будет блюдо от шефа, ладно? Начнем с понедельника В понедельник я люблю морковь Это будет ассорти С чечевицей И индейку давай, да? Пару кусочков А польем говяжий соус Обед вторника Давай наложим туда всего Просто кастрюлю гречки Таким образом собираем все боксы на неделю Еду на понедельник и вторник просто убираем в холодильник А вот среда, четверг и пятница Надо подождать, когда полностью остынет Закрыть крышку и убрать в морозильник А потом просто достаешь из морозилки Кладешь в микроволновку На пару минут и супер блюдо готово Закрываем боксы крышками Голубая на блюде с индейкой Оранжевая на блюде с говядиной Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница готово! Тебе спасибо огромное, что откликнулся на мою просьбу Будет у меня оставаться гораздо больше времени на творчество А для меня это, конечно, самое важное Леш, я принес тебе сувенир от нашей программы Это суперфартук от просто кухни Держи Вау, красота какая! Надевай его и будешь кулинарным суперменом Хочешь получить совет от шефа? Тогда ставь заявку на просто.сетиси.ру И я приду к тебе! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Осень – время собираться компанией Согреваться кое-чем покрепче И поднимать настроение чем-нибудь послаще Знаменитая ромовая баба – то, что доктор прописал от осенней хандры Яркая калина, сочная облепиха Сыграли свои лучшие роли на нашей осенней кухне На сцену выходят разбитные, веселые, сладкие ромовые бабы Запоминайте рецепт Баба, напитавшись алкоголем, становится мягкой и податливая Я говорю о ромовой бабе, конечно Приготовить вкусную ромовую бабу – это искусство Но совсем не сложно Я могу приготовить сразу 10 ромовых баб Это кондитерское мастерство А здесь важна четкость и точность По классике ромовая баба готовится с изюмом Но мы будем ее делать с сукатами Сукаты нужно замочить в роме, чтобы они набухли, расслабились Убираем сторонку и начинаем заниматься тестом Берем муку, сахар, дрожжи и молоко Нужно сделать сначала опару Это концентрированное небольшое количество теста С большим количеством дрожжей и сахара Быстро поднимается, быстро начинает бродить Дрожжи начинают работать Беру 4 столовые ложки муки И замешиваю с 10 граммами сухих дрожжей Нужно слегка подогреть молоко Ни в коем случае не перегреваем Оно должно быть просто слегка тепленькое Забрасываю туда сахар и хорошенько размешиваю Он должен полностью раствориться Что такое ромовая баба? Это сдобная булочка, пропитанная сиропом с добавлением рома Сейчас у нас столько трендовое блюдо Что даже в суперкрутые рестораны вводят в меню Шеф-повара начинают придумать разные крутые вариации Постепенно начинаем вводить молоко И замешивать Лучше использовать венчик Так не будет комочков И все ингредиенты перемешаются как следует Накроем ее пищевой пленочкой И отставим в сторонку Следующий этап Понадобятся яйца, мягкое сливочное масло И сахарный песок Все перемешиваем Баба бабой А пьяненькая баба Круче обычной бабы Поэтому мы будем ее пропитывать алкоголем Да и вообще рецепт, наверное, оттуда родился Назвали баба Потому что вкусный, классный, мягкий И всем нравился Цукатики, смотри, набухают Видишь, такие пьяненькие становятся Через 20 минут опара готова Соединяем ее с маслом, яйцами и сахаром Дальше добавляем пару щепоток соли А затем постепенно начинаем всыпать муку Муку обязательно надо просеять Насытить кислородом Чтобы тесто стало мягким и воздушным Тесто нужно как следует вымесить Хромовая баба Не одна, а десять Легко отлепляется от формы Вот такое становится тянущее Теперь берем цукаты, сливаем ром И высыпаем в тесто Равномерно все перемешиваем С десятью бабами не так уж и просто справиться Накрываем миску пищевой пленкой И убираем в теплое место Чтобы тесто поднялось Сделаем самое главное Это пропитка И она должна быть алкогольная В сковородку добавляет тот самый ром В котором замачивались цукаты Сахарный песок И довожу до кипения Пускай чуть-чуть покипит Алкоголь слегка выпарится И сироп убираем в сторонку Тесто подошло Пора распределять по форме Формочку нужно смазать сливочным маслом Вон как классно пахнет Заполняем каждую формочку на одну треть Готово! Обещал десять баб Получил десять баб Теперь так же закрываем нашей любимой пищевой пленкой Температурой сейчас тесто такое поднимется Ромовая баба Получится пышная и пористая Убираем в теплое место Например, на батарее Сейчас минут двадцать Тесто поднимется И отправим в духовку Здесь тепло у меня Жарко, плита Камер много Куча разгоряченных Людей все хотят уже баб попробовать Как только бабы раздались в форме Отправляем их в печь Я использую духовку Гефест Удобное сенсорное управление Ускоренный нагрев И эргономичный дизайн Превращают готовку в еще больше удовольствия Вдохновение делать техники Приготовлю помадку Она у нас будет не какая-нибудь А фисташковая Цвет сезона Каждой бабе по помаде Здесь у меня 150 грамм фисташек Это 165 рублей Немного сахарного песка И чуть-чуть молока Лучше наливайте частями И добивайтесь правильной консистенции Теперь это настоящий Крутой фисташковый соус Кексики готовы Пора доставать Когда дома пахнет выпечкой То собирается вся семья И это классно Лучшее, что может сделать отец Для своих детей Это любить их мать Я обожаю свою жену Но у разных людей Складывается по-разному В новом реалити-шоу Союзники Разведенные пары Которые накосячили по жизни Пытаются заново подружиться А некоторые Опять полюбить друг друга И я верю, что у них получится Извлекаем баб из формочек Складываем в один лоток Слегка подогреваем сироп И поливаем от души девчонок Ромовой пропиткой Да, еще часок так полежат И в караоке пойдут Бабы эти Там настоящая пьянка ромовая То, что надо кексикам Нужно полчаса Девчонки пропитаются Дойдут до нужной кондиции И будем пробовать Берем соус Нашу ромовую бабу Погружаем в крем Отрыв башки Если вымотались Выбились из сил Хотите уюта и покоя Вам нужна ромовая баба Нежная, мягкая, сочная Сладкая и слегка дающая в голову Вероятнее всего Вы в нее влюбитесь Чтобы приготовить ромовых баб Вам понадобится 100 грамм сливочного масла 40 миллилитров молока 400 грамм сахара 130 грамм цукаты 150 миллилитров рома 150 грамм фисташек 2 яйца 400 грамм муки И 10 грамм сухих дрожжей Ну что, ребята, давай налетайте! Придут холода, дожди и морозы Но в вашем доме может быть по летнему тепло И светло всегда, когда захотите В этом помогут мои рецепты Приготовить себе хорошее настроение Это и просто, и дешево Следите за проектом В наших социальных сетях И смотрите проект «Союзники» Буквально через час после нашей программы Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...